Добро пожаловать в Warface, братишка! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Warface Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Warface Субтитры создавал DimaTorzok 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 Медикам и пятый класс вели. Но это вообще комедия. Ха-ха. Хэдшот, детка, да. Не, ну гнуть приятно, что там говорить. Но вот эта проблема инженера и штурмовика, она будет вечной. Она изначально в Варфейсе. То штурм гамма никому не нужна. У тебя есть хоть какие-нибудь предложения, как из этой жопы штурмовику выбрать? Есть, есть. Штурмовик за всю свою историю, он расцветал с двумя пушками. Прямо вот расцветал. Все менялось серьезно, там улучшалось, усиливалось. Это Тайп и это Беретта. Хэдшот, детка. Что нам говорит о том, что для штурмовика все-таки темп важен. Темп стрельбы. Поэтому здравым будет темп не менее, да ну блин, не менее 640. 640 и выше. Я считаю, что где-то идеальный темп вообще у штурмовой винтовки это 650-660. Вот если у штурмовки будет такой темп, то будет меганаги. Серьезно. То тогда инженера не будут полностью, как бы, да, брать взамен штурмовику. Не будут. Скорее всего, будет баланс либо два инженера, один штурм, либо, соответственно, два штурма, один инженер. То есть, будет нормально. На дэшке будет два инженера брать, на других картах будут брать два штурма. И это будет хорошо, это будет реально баланс. Кэп, ну ты эммочку вспомнил. Эммочка, она была, когда инженер его бы ничего не спасло. Хоть 600 темпа делай. Там у него такое говно было, он вообще как бы не жилец особо был. Так что забудь про эммочку. Эммочка вообще не показатель. Так что, дорогие разработчики, и игроки, кстати, вот скажите, вы согласны со мной или нет? Да, я понимаю, что, говорят, что надо нерфануть сейчас MPX и KillTech. Блин, надо опять нерф. Кому нахер нерф нужен в этой игре? Ребят, серьезно. Хотите, чтобы у вас все постоянно нерфили? Не, ну честно. Я думаю, очень многие бомбануты, многие уйдут в игры. Как бы люто это не звучало с моей стороны, но сейчас самое здравое это не нерфить инжа и медика, а сделать штурма имбой. То есть вести третью имбу, которая будет плюс-минус такая же эффективная, как SICK MPX и KillTech. Что для этого надо сделать? Берем отдачу и модули АК-12. Делаем темп 660. И все. И штурмовик снова на коне. Он будет не слабее инжа, не слабее медика. И этот класс снова будет нагибать. Да. Ну и потом, конечно же, там с водом какой-то новой брони уже там полностью все изменится. Но пока что, вот в такой критической ситуации, когда непонятно, что делать. Ладно, они могут на турнирах запретить, но на АРМе-то они не будут запрещать. Но это же дичь, правильно? Это вообще дикость. Поэтому единственное, разработчики, что вы сейчас можете сделать, по сути, это просто ввести, как бы это печально не звучало, штурму имбу. Когда вы уравновесите все четыре класса. И все четыре класса снова станут играбельными. Просто я знаю, кто кого-то сейчас бомбанет, кто-то скажет, Дракутагин, ты что, йобу дал? Зачем ты предлагаешь вводить еще одну имбу? Нам и так хватает этих СВ, СИК и Киллтек. Но, ребят, ну здраво. Все нерфить, это еще большее неуважение к игрокам. Или запрещать везде. Самое здравое, как ни странно, это дать еще одну имбу штурму. Все, я другого выхода сейчас вот здравого, чтобы минимум горения жоп я не вижу. Серьезно. Просто не вижу. То есть, вместо того, чтобы хэдшот, детка, нерфить как минимум две пушки, лучше третью ввести на их уровне. И тогда будет нормально. Я думаю, это будет здраво. Но в любом случае, у кого-то пригорит, понимаете, варфейс он в таком состоянии, что гореть будет у всех. Всегда. Неизбежно. Так что вот такое у меня немного дикое, необычное, нестандартное предложение. Обычно такого никто не предлагает. Но я считаю, что это здраво. Если хорошенько действительно подумать головой, без эмоций, то становится понятно. По-моему, это самый лучший выбор. Как бы дико не звучало. Ну да. А, вон оно как. Я орусь, тебя увидел, чувака за бочкой по съебам дал тут же. У меня остатка хорошая пошла на жопу, да. Я здраво поступил. Там мог быть медик, я не видел кто это. Он бы мог меня сразу убить. Правильно, правильно. Я штурмовик, униженный класс. Вот. Серьезно, ребят, даже фэнтези лига показала. Хотя это такой второстепенный очень турнир, но было наглядно видно. Даже человек, один из лучших штурмов, Телш, старался, как бы потел, ничего не получалось. Штурмовик вообще никто сегодня. Просто никто. Паблик, мясорубки, нормально. Не то, что турниры, даже РМы. Штурмовик, это класс, который просто умер. Он никому не нужен. И, какое бы дикое и имбалансное, донатное не было мое приложение, с моей точки зрения, это, наверное, меньшее зло, которое сегодня может быть. Согласны со мной вы или нет? Напишите в комментариях. Очень жду их и буду читать. Мне интересно ваше мнение. Кстати, разработчики тоже можете что-нибудь написать. Мне тоже будет интересно. Но в любом случае, если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам вдруг, прям высочные были, согласитесь, то ставьте лайки, по желанию, как хотите. Яйки чешите. Это обязательно без этого просто, ребятки, никуда. Вступайте в нашу армию, нагибайтесь всех. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok